Слава Господу 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 Пётр Слава Господу 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 Гнездо Гнездо Слава Господу 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 Гнездо Слава Господу Слава Господу Слава Господу Я привез свою доченьку. God bless you. Она где-то там молится молодежь. Я вышел из собрания. Папа, меня Бог духом хрестил. Я три года в борьбе, в сомнениях. А она вот, вот оно есть. Братья и сестры, какое благо деткам нашим. В Духе Святом мы имеем доступ к Отцу. Сестра и брат, молодой ты или старый? Я сегодня недавно беседовал тоже с нашим пастором ответственным. Говорю, брат, дорогой, для себя и для тебя, говорю. И если вот этот экспорт будет превышать импорт, экономика рушится в стране. Он мне помог это разобраться. Братья и сестры, мы отдаем очень много. Переживания, стрессы, томления, недосыпания. Это все мы отдаем, отдаем, отдаем. Новости и так дальше. И если мы не будем пополняться Духом Святым, мы придем в упадок. Я в армии служу в Виннице и вижу сон. Господь сказал, я буду тебя вразумевать. Вижу Ричард Флеш, фонарик, что заражается в розетке стоит. И горит, и заражается. И я не мог понять, что это такое. Братья и сестры, простите, что я говорю таким языком простым. Мы не есть генераторы. Мы есть аккумуляторы. Мы есть, от сколько нас Господь зародил, наполнил. Остолько мы и посветимся. А дальше и потухли. И любой из нас так, братья и сестры, Христос днем отдавал. А ночи, написано, проводил молитвы. А утром от него исходила сила. И он исцелял всех, кто прикасался к нему. И сказал, я почувствовал силу, которая вышла от меня. Сестра и брат, у тебя есть престол благодати. Мы сейчас после пробки будем идти к этому престолу благодати, чтобы обрести милость. И получить благодать для благовременной помощи. Для служения Богу нужна благодать. Для чтения Слова Божия, для добрых дел, для благовестия нужна благодать. Для терпения, для любви, для всего нужна благодать. Братья и сестры, что мы имеем в Духе Святом? Я буду сокращать чувствительную совесть. Вы видели людей с грубым характером, братья и сестры? Я не сужу никаких характеров, друзья, дорогие. Но есть sensitive. Это английское слово, оно более чем чувствительное. Там одно колебание, мысль неправильная, и уже человек тревожится. Друзья, дорогие, Павел так и говорил. Мне, говорит, совесть моя свидетельствует в Духе Святом. Сестра и брат, когда благодать тебя наполняет, тогда твоя совесть будет нормальна. А иначе она может тебя обмануть. Я сейчас об этом не говорю. Она может быть сожженная, она может быть порочная и многое другое. Только в Духе Святом ты будешь спасенный от нечестия. Ты будешь иметь добрую совесть. Ты будешь получать от Господа обновление. Бог, так сказал 40 глава Исаии, а надеющиеся на Господа обновлятся в силе, потому что их сердце чистое, их совесть чувствительная. Они поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомлятся. Какая причина? А потому что они обновляются в Духе Святом. Из такой псалом, я не знаю, когда вы его пели или слышали, я духом обновления. Молодой ты или старый? Education у тебя или ты простой себе работник где-то? Нема разницы, братья и сестры. Если у тебя не будет обновления в Духе Святом, I feel sorry. Простите, что я некоторые вставляю. Это не потому, что я что-то. Я хочу, чтобы был вайка полный в наших детках. Друзья, дорогие, нам нужна обновляющая сила. В собраниях наших нужна обновляющая сила. В домах наших наедине нужна обновляющая сила. И тогда мы, братья и сестры, будем иметь освящение. Я помню, молитва у нас была в церкви. И было такое пророчество. Освящение происходит в потоках моей благодати. Есть так написано, братья и сестры, при освящении от Святого Духа. При освящении от Святого Духа. Дух Святой освящает человека, и он становится чистым. Говорят, что в одном где-то там в России была вывеска. И там были такие слова. Не плевать. И всякому хотелось там именно вот такое делать. Пришли в другое место, где оно чистенькое. Там никому не хочется делать этой нечистоты. Сестра и брат, если у тебя в сердце будет чистота Господня, этот селерфон, эта масса информации, этот интернет, он для тебя будет под большим Божьим щитом, который называется освящение. У тебя будут глаза, защищенные Духом Святым и Кровью Божьей. Ты еще не усмел рассмотреть, это может не чистота, но случайно, у тебя уже Дух Святый автоматически, пройдите это слово, быстро переключит тебя на ближний свет. Братья и сестры, мы будем жить в освящении Святого Духа. Да благословит нас Бог, братья и сестры. Павел перечисляет свои трудности, и потом говорит так, все могу, укрепляющий меня, Иисусе Христе. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом. Это великий секрет, братья и сестры. Я сейчас не могу больше так сильно распространяться. Но где сила Церкви Божьей? Написано, кто это выходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Понятно, Церковь Иисуса. А на кого она упирается? Она Иисуса. Братья и сестры, наше укрепление, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом. Молодой ты юноша, тебе нужна победа. Юноши вы сильные. Молодежь, понятно, не только братики. И юноши вы сильные. И мы. Нам нужно укрепление. Укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы. Братья и сестры, и это все мы имеем в Духе Святом. В Духе Святом, братья и сестры, когда мы имеем это утешение в нашем Господе, мы имеем эту чувствительную совесть, мы имеем, братья и сестры, это обновление, мы имеем это освящение, укрепление, мы будем вводимые Духом Святым. Водительство Духом Святым, братья и сестры, дается повинующимся Ему. Когда мы сенсори, когда мы чувствительны голосу Духа Святого, чувствительны своей совести, братья и сестры, мы будем вводимые Духом Святым. Я уже не буду повторяться, я думаю, в вашей церкви говорил, я встречался с сестрой, сестра Катя, в Зянькевске, Хмельницкая область, забыл, какой район. И она говорит, что когда они ехали из Германии, я очень так жато, вернее, простите, я же сказал, не буду, но жато, она говорит, мы были в таком разбитые эти были пути, после железной, после войны, железная дорога, по три дня сидели, не могли добираться дальше, ремонтировали эту дорогу, мы молимся, и был один юноша, говорит, я не понимаю, как будет взята церковь, что я вот так хожу, молодой, 20 лет, и был старый среди них, как он там оказался, не знаю, маленький Иван объяснял ему, что церковь будет взята Духом Святым, братья и сестры, я не знаю, я не пророк, я не трактую, но написано, вы знаете, что не допускает ему, этому антихристу, открыться? Вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время? Тайна беззакония уже в действии, кто мог подумать, что вся земля, вот как сейчас, с этой короной, все она объединилась как одно государство, во мгновение, если можно так сказать, поняли? Я думаю, что это уже причетча этого всего, и он не откроется до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающий тебе, теперь, и тогда откроется, я не буду сейчас трактовать, братья и сестры, но написано в Писании конкретно, тот, кто в вас, больше того, кто в мире, братья и сестры, а в нас Дух Святой, и в этом есть великая победа церкви, братья и сестры, в нас Дух Святой, и да благословит нас Бог, чтобы мое и ваше отношение к Духу Святому было самое возвышенное, самое нежное, самое чувствительное, потому что этот Дух, братья и сестры, он очень таки нежный, что, друзья, дорогие, препятствует Духу Святому действовать свободно? Это всякие угощения, наши суеты, наши заботы, оскорбления, всякие грехи, братья и сестры, противления, если мы такие уже плацкие. Друзья, дорогие, есть еще одно, написано, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Это Бог сказал еще до потопа. Это пренебрежение Духом Святым. Я помню, я был в Кливленд, Огайо, или тот проповедник был, или он рассказывал своего друга в Польше, говорит, откровение было, было показано, что произошло восхищение Церкви, и многие остались, и сосуд попрошает, Господи, за какие грехи? И не было названо, никакой греха, было сказано по-польски, за недбание Духа Святого, пренебрежение Духом Святым. Я служу в армии, вижу сон, вижу сон, по-украински написано, оценені товары, магазин, оцененные вещи. Я захожу, и чувствую, что со мной отец. Вы скажете, и ты нам сны не рассказывай. Братья и сестры, я хочу, чтобы вы, написано, духовные, сообразуюсь духовным. Я захожу в тот магазин, это может, как наши удивили, я не знаю, кто жил в Союзе, тот знает. Там такие вещи, прекрасные костюмы, такие, ну, новые, а стоят очень мало, ну, копейки там. Смотрю, какой-то свитер висит, ну, такой красивый, рублей, наверное, 80 стоят, я не знаю, кто понимает меня, о чем я говорю, а он стоит там 50 копеек, я не выдержал во сне, молодой я был, сколько, 20 лет, сколько там, чуть больше, и я говорю по-украинскому, тату, папа, купите мне вот этот свитер, он такой дорогой, а так, так стоит, и слышу голос, я несколько слышал голос, прямо голос, как вы слышите, мой, так Дух Святый, оцененный в народе моему, так Дух Святой, оцененный в моем народе, на такой мизер, братья и сестры, моя проповедь приходит к концу, сестра и брат, это вопрос жизни и смерти, за это нужно очень дорого платить, чтобы быть исполнием Духа Святого, братья и сестры, есть у нас нечто врожденное от Адама Евы, которое имеет в себе противление, имя этому противлению гордость, Бог противится гордым, а наша гордость противится Духу Святому, вот почему так трудно, и если вы скажете, что мы свободны от гордости, я вам сейчас приведу пример одного, которому было трудно это решить, это апостол Павел, который учил, чтобы люди невысоко думали о себе, думали скромно, а за себя говорит, а мне дано, жало уплоть, для чего, братья и сестры, чтобы я не превозносился, для нас это Павел, Павел, чтобы я не превозносился, трижды молил я Бога, чтобы он удалил от меня, это искушение, как ангел сатаны удручать меня, и Бог сказал, довольно для тебя благодати моей, чтоб ты был спасен, чтоб ты был спасен, сестра и брат, может и твои обстоятельства, как тот ангел сатаны, тебе где-то что-то давит, что-то унижает, не бунтуйся, смирися крепко под крепкую руку Божию, прослав Господа в твоих обстоятельствах, Дух Святой тебе поможет пройти, братья и сестры, Дух Святый, друзья дорогие, Он действует в сердцах, которые вполне преданы Ему, которые повинуются Ему, которые любят Его, братья и сестры, мы должны любить Дух Святой, я знаю, что я говорю, такие может быть интимность какую-то духовную, но так оно есть, сестричку одну, это было, не буду называть все города, потому что, может отношения разные, и молодая сестра, Бог хрестил духовность, вызвали ее наперед, и брат спрашивает известный, сестра, скажи при всех, что изменилось в твоей жизни, когда ты получила Духа Святого? Она застеснялась, а потом набралась смелости говорить так, я стою вместе с нею, я хочу, чтобы мы все рядышком встали с этим прекрасным ответом, слушайте, что она сказала, и сестрички молодые, и братики молодые, сестры все, она сказала, я не мыслю жизни без Святого Духа, аминь, братья и сестры, скажем аминь, да даст Бог нам такие чувствования, такие аттитюды, такое отношение к Духу Святому, такую бережность, братья и сестры, к Духу Святому, чтобы мы его не угощали, чтобы мы его не оскорбляли, чтобы мы не гордились, чтобы мы не противились, чтобы мы не пренебрегали, чтобы мы были жаждущие Духа Святого, чтобы мы чувствовали его присутствие, братья и сестры, были внимательны к Духу Святому, чтобы Божье присутствие было в нас, и через нас, это прекрасно, братья и сестры, я знаю, друзья дорогие, что я вам ничего особо нового не сказал, друзья дорогие, но кто-то изложил этот стих, повесть чудная, вечно новая, и особенно в Духе Святом, она вечно новая, и сейчас мы стоем на колени, сестра и брат, и когда Дух Святой наполнит твое сердце, не стесняйся, молись, молись на иных языках, может здесь шуликовый, я вспомню, наша молодежь в Питтберге, посетил нас Бог, и мы оторвались от этой земли, сколько морит вам, и красота, и сестричка с нами молоденькая, она учится где-то там возле лоера, или там ассистан, или что-то там на лоером, это понимали, и ее Господь посетил, вода весьма интеллигентная, ее Господь посетил Духом Святым, она прекрасно молилась, как и мы, Яна, я говорю, Яна, как ты себя чувствовала? Она говорит, ой, так прекрасно, так стыдно, Яна, почему тебе стыдно? Тебе стыдно исполняться Духом Святым, может и у тебя есть сестра и брат этот ложный стыд, когда Господь тебя наполняет в собраниях народа Божьего, дай Ему свободу, мы хрещенны Духом Святым, дайте свободу Духу Святому, свой разум в сторону, братья и сестра, я не говорю, отречись от твоего ума, но мы не знаем, о чем молиться, и это я в том числе, Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно, а Дух Святой через нас ходатайствует, воздыханиями, неизреченными, испытывающие сердца, знает, какая мысль у Духа, только в Духе Святом, братья и сестры, наше спасение, наше защита, наше благословение и наше истинное служение Богу, да будет имя Его прославлено, аминь. Помолимся, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok